мой дорогой любимый муж видите убирает да нет ну с мусором что-то мне не очень пределах черте города знаешь не очень нравится с рюкзаком это знаете он говорит всегда что я ему всегда говорю что ты трудоголик трудоголик обязательно найдешь работу а он говорит так ты тоже трудовой я так подумала да я вот без работы без дела вот видимо люди привлекают вот лентяй и лентяев привлекают супружеской семейной паре а трудоголики трудогольных я вот мало сколько я так подумала мало знаю таких пар которые один много работы другой ничего не делать они в итоге они потом в итоге не сживаются не уживаются пожалуйста лопата еще ты лопата работал в общем и вот дела я еду уже воскресенье сегодня у нас что это воскресенье в черновцы это мой цвет мой натуральный цвет волос называется седой мне спрашивают чешу закраска выкрасить это мой натуральный цвет как так я начинаю показывать сзади азади знаете у меня еще есть там черное такое что такая просто бог миловал потому что я ненавижу краситься ненавиделась для меня всем было мучение только я покрашусь снимаю краску и смотрю что здесь не закрасила лично у меня какой-то украситься не другой цвет типа не было седого типа закрасить сезину когда ты сразу после первой краски пока что ты картошка растет картошка растет марок нашел картошку мы сегодня с мамой ходили поликлинику утром рано боже боже как она быстро вот поликлинику надо было на 8 часов и я думаю ну я не пойду я думаю выйду раньше зайду к ней домой а я купила сало отнесла отнесу я сало полотенце но отнесу сало полотенце и вместе с возьму такси поедет я вышла и думаю позвонишь у нас еще не вышло это было 7 15 она в парке сижу как паркешься к себе собирала сало взяла но на самом деле сало полотенце деньги там еще ну потом ничего страшно я выходит экрана выхожу на году я же медленно хожу я так себе рассчитывал что на нескольких скамейках я еще посижу на я понимаю сначала раз нервничал с этим салом выходить салом и я значит и значит я пошла я пошел она сказала где находится и я пошла сел около поликлиники думаю наверное же ее нету сейчас она не могла так быстро дойти и вы представляете она мне звонит через 10 минут а ты где я тебе около регистратуры жду каким образом как она успела прийти впервые меня как она успела первые меня прийти я не знаю вот ходит еле-еле на также на автобусе вам уже рассказывал автобус допустим 11 15 она приходит в 11 автобус уже почему-то стоит но другого рейса и она за него заскакивает еще просит чтобы нас подождали второй раз я уже просто тоже он так сделал я просто уже села все не дождавшись нас следующего автобуса она конечно мама сдала сдала мама я так смотрю что сдала я так смотрю что все таки надо свое здоровье смотреть с молоду потому что все ее подруги какие есть они все крепче и я так проанализировала посмотрела что работают работы они легче чем она у них работа были кто-то бухгалтер там кто-то даже есть повара но они какие-то другие ну как повара мама всегда она всегда делала больше больше чем надо было понимаете То есть вот все сидят, да, как-то Саша мне говорит, пришел к маме на работу, все сидят, кушают, она драйвит противень. Так сядь, поешь, потом ты будешь противень государственный драйвить. Вот она человек, который отдавал, отдается полностью работе, полностью, у нее такого нету, свое, мое, государственное. Если ей дали работу, если где-то грязно, она должна обязательно помыть, почистить. И вот так она, то есть когда кто-то сидел, она могла, она могла найти себе работу, находила и... Вообще, какие дела. И человек должен за собой смотреть, за своим организмом, сдавать вовремя анализы, проводить УЗИ. Тем более сейчас, знаете, сейчас ты идешь к семейному врачу, и он тебе раз год, ты имеешь право даже по надобности еще больше, если есть жалобы, еще больше, и дает направление, бесплатно вам делают УЗИ и так далее. Не знаю, надо все-таки следить с собой. Потому что все это в итоге ты отдаешь, что ты зарабатываешь, в итоге все это отдаешь ты в медицинские кабинеты. Но тут даже у мамы, знаете, у нее такой характер, она даже не думала об этом, тут даже дело не в деньгах. Не знаю, короче. Она очень самоотверженно отдается всегда работе. И у меня вот здесь она так, и у тебя на работах вот эти государства. Боже мой, раньше всех приходила, позже всех уходила, работала по 16 часов. Ну там давали ей продукты. Я говорю, еще не хватало, что продукты не сдавали. В советское время по 16 часов работает. Я смотрю, что она так сдала, и мне так горько от этого. Вы себе представить, вот именно горько мне от этого. Что не сберегла, понимаете себя, не сберегла. Не берегла, не сберегла. Я не знаю, как сказать. Поэтому если вы еще в том возрасте, где вы работаете, думаете, покупаете, не жалейте денег на обувь. Хорошую обувь, если у вас работа связана с тем, что вы будете стоять. Специально сейчас обувь продается с ортопедическими вкладками. Она не дешевая, она не дешевая, но не жалейте деньги, потому что потом это уйдет деньги на варикоз, на то, на сё. И удобная обувь, она не дает быстро уставать. И это очень влияет на сосуды и так далее. Ну сейчас поедем в четверг, не в четверг, в воскресенье поедем. Я уже сняла отель на два дня, чтобы не торопиться, чтобы все нормально там все сделать. Еще Анечка с нами поедет. Я тоже децентометрию проверю. Благодаря маме два года назад я проверила, мне врач сказала, что вам тоже надо принимать лекарства. Мама принимает, а я нет. Но я другие принимаю, короче. В общем, такие дела. Не знаю, что вам еще рассказать. Такая у нас погода хорошая. Сейчас вот конец уже с сентября. Кума мне звонила за Братиславом, что у нас жара 40 градусов, невозможно. У нас только спало. Ну, с воскресенья опять начнется. Вот как-то вот последние годы очень такая жара жарой, знаете, я не могу понять. Если моря нет рядом, то очень тяжело выживать. Постоянно надо быть в тех помещениях, где есть кондиционер. А это тоже свои минусы. Вот Лена, вот этот сушепица, сейчас я вам покажу. Это Сержик. Лена, там киоск сушепица. И там Сержик работает с Леной. Ну, они меняются. Вот. И Лена-то я уже ему все время говорю. Следите за вторым, покупайте витамины, принимайте. Если они не покупают, я иду, покупаю, даю им, вот, пейте. Ну, потому что иначе никак. Кто-то должен напоминать, кто-то должен пойти купить, положить, чтобы начать пить. Ну, это нормальная ситуация, когда родные друг о друге заботятся. Ладно, а зато вот еще тут. Да, я же пришла на кофе, а ты тут. Ладно, все, всем пока. Продолжение следует...